Всем привет! Сегодня воскресенье, а это значит воскресная рубрика. Как вам известно, это то видео в неделе, где я стараюсь взять какие-то из ваших вопросов, из контакта, электронной почты или из комментариев. Вопросы именно относительно христианская вера, ну или вообще вера в Боге в принципе, отношения со Всевышним, вопросы касательно Священного Писания и так далее и тому подобное. Сегодня, как вы видите, я не нахожусь дома, ну вы обратили внимание на странный незнакомый желтый фон, но это потому, что мы находимся с женой, с Ребеккой и с младшей дочерью Кирстеном в Викторинбурге. Мы поехали сюда для того, чтобы продлить у Кирстена американский паспорт, для того, чтобы подать всей семьей, всем вместе на новые бессрочные виды нажительства. Да, это достаточно длинный и сложный эпос и честно сказать, хотя видео сегодня совершенно не об этом, это в любом случае служит поводом попросить у вас просто помолиться о нас относительно всех этих документальных бюрократических дел. Честно, я должен признаться, для меня это всегда большая сложность, можно сказать, много волнений и даже немалый стресс. Поэтому, если вы будете о нас молиться относительно этих вопросов, продление паспорта Кирстена, получение новой бессрочной виды нажительства, я буду очень вам благодарен. Как я уже сказал, для меня всегда очень волнительно и проблематично. Но поэтому молите, чтобы все прошло хорошо, чтобы мы могли жить здесь, в этой стране, безмятежно, беспроблемно, и чтобы ничего нас не препятствовало. Но, как я уже сказал, видео совершенно не об этом. Все равно сегодня ответим на две из ваших вопросов. Сегодняшние два вопроса взято у одного и то же человека. Алексей, подписчик в ютубе, задает три на самом деле вопроса, но я сегодня взял две из них. Поэтому без дополнительных слов, вопросы Алексея. Первый вопрос. Джастас. Когда перестало христианство быть таким радикальным или нетолерантным? Допустим, как крестовые походы или инквизиции. И вообще, есть такой возможность или вероятность, чтобы христианство снова стал таким радикальным, как радикальный ислам, например? Сегодня я решил ответить на этот вопрос не потому, что ответ кажется таким очевидным и простым, а наоборот. Потому что так многие христиане, или в крайнем степени, как Алексей, или в более безобидные такие степени, заблуждаются по этому вопросу. И постараюсь как можно максимально глубоко, но при этом недолго ответить на этот вопрос. Корень этого вопроса или непонимания в этом вопросе кроется в непонимании слова радикально. Радикально это не значит просто экстремизм или крайность. Это от слова, латынское слово, радикс, чтобы означать корень у нас на русском языке, допустим, это созвучно со словом редиской, корнеплод, то, что скрыто под поверхностью. Но слово радикальным или быть радикальным, это обозначает вернуться к корням, к истокам. Допустим, радикальный коммунист это человек, который отвергает эти современные компромиссы и возвращается именно к истокам коммунистической идеологии. Читает Маркс, может быть даже Ленин и говорит, что именно вот нужно возвращаться к истокам и все вот эти современные заигрывания с капитализмом, все эти компромиссы с рыночной экономикой, это все неправильно. В данном случае он может быть и экстремистом, но идея не в том, что он хочет применить экстремальные меры или крайние меры, а в том, что он возвращается к истокам. Радикальный ислам смотрит на Коран, на то, что говорил сам Магомед и его первые последователи, их поступки и учения относительно того, как нужно распространять ислам, какое должен быть исламское государство и как относиться, допустим, к неверным. Когда они применяют в реальность, в современном мире, это смотрится вопросом, но нельзя сказать, что это не радикально. Иногда эти радикальные меры и крайны, и экстремистские, или даже террористические, но они на самом деле, в случае с исламом, радикальны, потому что они берут свои истоки или свое основание у самих истоков, то есть у корни, основополагающие корни этой веры, религии или идеологии. И поэтому, когда мы говорим по поводу вопроса радикальное христианство, мы хотим на самом деле вернуться к корням, вернуться к радикальным таким решениям, мерам. Что мы имеем в виду, когда мы это говорим? Алексей в своем вопросе говорит о радикальной и нетолерантности, или нетерпимость, как, я не знаю, как совопоставимые вещи, как один равняется другому. Но если мы посмотрим на Новый Завет, на Нагорную проповедь, которую говорил Иисус, или на учение Христа, на учение Его последователей, то есть первые ученики, которые оставили письма, Петр, Яков, Иуда, Павел сам, да, один из апостолов, мы видим немножко другую картину. И радикальное христианство, оно бы выглядело немножко по-другому. Допустим, что Христос говорит относительно врагов веры? Блаженные вы, когда вас поносят, блаженные вы, когда вас заслоят. И поэтому для меня совершенно непонятно законопроекты о оскорблении чувств верующих. Ведь в данном контексте мы разговариваем по поводу христианских верующих. А Иисус говорит, радуйтесь, когда вас оскорбляют, радуйтесь, когда вас поносят. Иисус не говорит, бежите, бегите к Кесару, чтобы он защитил ваши чувства. Да, ваши чувства, это вообще не в счет в данном случае. Радуйтесь, да, потому что так и поносили пророки, которые были прежде вас. Иисус говорит, что ученик не больше своего учителя, если его не любили, материли, ругали, гнали, в конце концов убивали, то вы можете ожидать то же самое в вашей адресе или, допустим, именно отношения к врагам. Иисус говорит, что если ударили вас по одной щеке, подставь другое. Можно это интерпретировать по-разному, но в любом случае нельзя это интерпретировать, как запихать кинжал поглубже в пузу или в грудь своему сопернике, или заставлять путем мушкета и штыка делать неверующим людям то, что ты, как верующий человек, считаешь правильно. Иисус также говорил, что если твой враг голоден, или если твой враг хочет пить, накрами, напои. Иисус говорил, даже идти двойное расстояние, если требуют, чтобы ты пошел одно расстояние, пройди с ним два расстояния. Многие современные читатели пропускают это изречение мимо ушей, потому что они не понимают, о чем идет речь. А речь вот о чем идет. О том, что когда римляны оккупировали Израиль, да и вообще все оккупированные римлянами территории, был закон, что римский солдат мог потребовать, чтобы любой человек понес его рюкзак, грубо говоря, его доспехи, целое расстояние. Расстояние было где-то 1,6 километров. Ну это приблизительно как современный американский или британский миль. То есть Иисус говорит, если заставляют путем насилия, путем несправедливой оккупации язычниками, заставляют нести груз, военнослужащий груз, целое расстояние, что ты должен сделать? Бросить ему рюкзак в лицо и сказать, вивала свобода! Нет, нет, твое правильное отношение, это пронести два расстояния, показать даже оккупанту, даже оккупанту, показать ему любовь. А где нетерпимость в Священном Писании? Где нетолеранство в Священном Писании, в Новом Завете? И она на самом деле, она имеется, да, она имеется. Но относительно кого или относительно кому? Иисус говорит, что если ты видишь, что брат твой имеет какой-нибудь соринка или сучок или опилка в глазе, да, ты перед тем, чтобы постараться ему там извлечь этот соринка из его глаз, обрати внимание на бревно, которое торчит из твоего же собственного глаза. Иисус говорит, что если древние говорили, не преподействуй, то ты имей в виду, что даже смотреть на женщину с вожделением, это уже преподействие в твоем сердце. Древние говорили, не убивай, да, а я говорю, что даже если ты гневаешься на брата своего, ты уже его убил. Нетолерантство или нетерпимость в христианство прежде всего направлено к себе, да, судите себя сами, говорит Павел в послании к коринфянам, когда вы принимаете вечерие, чтобы не попасть под осуждение Божие. Если бы вы судили себя сами, то вы бы не опопадались на суд Божий, принимая тело и плоть и кровь Христа недостойно. Да, на самом деле есть нетерпимость, есть непонаранство в христианство, но оно должно быть направлено внутри. И даже есть место в христианство для так называемой церковной дисциплины, об этом говорится Евангелие от Матфея 18 глава. И также Павел говорит об этом в послании к коринфянам, когда человек поступает в ряде церкви через крещение, через то, что он посещает собрание, через то, что он принимает причастие. Он говорит, я хочу быть в рядах христианина, я хочу быть настоящим радикальным христианином, я хочу соответствовать всем тем требованиям, которые есть в Священном Писании относительно христианина. И когда такой христианин начинает умышленно грешить, начинает говорить, да, ничего такого страшного, что я там, ну чуть-чуть погулял, ну чуть-чуть попил, ну чуть-чуть поблудил, ну чуть-чуть там поненавидел кого-нибудь, да, вот. Тогда церковь имеет не то, что право, но имеет обязательство, имеет мандант от Писания, поставить такого человека на замечание и сказать, слушай, брат, тебе нужно подумать, на каком ты пути, тебе нужно остановиться, потому что он называет себя добрым именем Христа, но ведет себя не как христианин. Это такой контроль качества, порог, ниже которого нельзя опускаться. Но очень часто христиане хотят этот порог или это отношение, которое должно быть внутри церкви, хотят навязать силу мушкета и штыка на окружающий мир, что совершенно не поддерживается Священным Писанием. Что, говорит, поступал по этому? Опять же, первое послание к христиану. Я не говорил вам не сообщаться с мирскими людьми, я не говорил вам не сообщаться с блудницами или с пьяницами или с седлопоклонниками, которые в миру находятся. Я говорил вам, что если среди вас есть блудниц или пьяница или седлопоклонник, нужно его отлучить от собрания, нужно заниматься церковной дисциплиной для того, чтобы его разуметь. А если вам не сообщаться с блудницами, с пьяницами или с седлопоклонниками мира всего, да вам не с кем было бы общаться в принципе в мире. Да и нет смысла никакого, потому что они не говорят, что они христиане. Знаете, это как, допустим, человек, который говорит, я, я не знаю, автослесар, но потом оказывается, что у него ни аккредитации нет, да вообще к машинам он никогда в жизни не прикасался. Ты снимаешь с него имя автослесара, потому что так он не соответствует. И так же точно здесь. Грех не в том, ну или как сказать, неправота не в том, что человек пьет или блудит или я не знаю, это конечно плохо, но если он не говорит, что я последователь Христа, то ну как бы флак ему в руки, как говорится, да. Конечно это плохо и будут последствия плохие, но обмана хотя бы никакого нет. Но когда человек говорит, что я христианин, я такой христианин, и потом делают эти греховные дела, тогда он попадает под осуждение и Божьей, и Церкви. Именно относительно этому у нас должно быть толерантство, нетолерантность, нетерпимость, да. Относительно внешних, тех, которые находятся в миру, которые никогда не называли себя христианами, какое у нас должно быть отношение. Иисус говорит, оставьте их, они слепые вожды, относительно фарисеев и книжников, да. Так же я уже упомянул, что Павел говорил, что я не говорю вам не сообщаться с пьяницами, блудницами, недопоклонниками, которые в миру находятся. Потому что, ну, не про них идет речь, идет речь про внутренний контроль качества Церкви. Иисус также говорил, когда он разговаривался по антипилатам, да, он говорит, что царство мое не от мира всего. Если это было бы так, то мои бы ученики сражались бы за меня, когда бы меня взяли. И самое интересное, что его ученики, по крайней мере некоторые из них, попытались сражаться за него, и он запретил им. Это что значит? Это значит, что это заблуждение, что нужно принести христианство мечом, копьем, мушкетом или штыком путем силы закона, это давное искушение и давное непонимание среди учеников Христа. И у первых учеников Христа, а именно у Петра и некоторых других, были эти недопонимания. Пока Иисус не пролил свою кровь, пока на кресте он не сказал, Отец, прости, потому что не ведут, что творят. Пока он не сказал, разве вы не понимаете, что, если я бы хотел, я бы мог позвать сотни, десятки, тысячи ангелов, и Отец мой бы послал. Но я иду так, как обо мне написано. Дорогие братья и сестры, помните, христианская радикальность, христианская нетерпимость, это в том, чтобы не терпеть свое нелюбви к врагам. Это то, чтобы не терпеть грех в церкви. Это то, чтобы не терпеть грех прежде всего в своем сердце, потом уже в своих рядах. Нетерпимость или радикальность христианства выражается в том, чтобы быть город, который стоит на горе, сияющий всем народом. И вот это есть настоящая христианская радикальность и христианская нетерпимость. Если в твоем сердце, если в твоем сердце есть искушение, что ты хочешь заставить путем какого-то закона всех вокруг тебя подчиниться Христу, прежде всего заглянив в свое сердце и задать себе вопрос, подчиняюсь ли я закону Христа? Подчиняется ли моя церковь закону Христа? Потому что часто я нахожу, что чем больше людей хотят инкузиции или крестовый поход, чем больше у них, как это было в средневековнической Европе, крайний бардак в собственной жизни и в собственной церкви. Второй вопрос. Justice, а переживал ли ты когда-нибудь какие-нибудь кризисы веры? Не хотелось ли тебя просто все когда-то бросить, уехать, завязать, закончить и так далее и тому подобное? И конечно же бывали у меня кризисы веры. Если бы не было момента сомнений или когда хотелось просто махнуть все рукой, вероятно это обозначало бы, что я вообще не человек. Но я могу вам гарантировать, что были и сомнения, то есть я такой же, как все в этом отношении. Но это то, что меня дает большое ободрение, когда я смотрю священное писание, это то, что даже самые знаменитые герои веры переживали моменты сомнения, переживали моменты, ну можно их назвать кризисами веры. И это очень здорово, потому что это подсказывает мне, что они также были такими же людьми, как я. И Бог работал с ними. И что они превзошли, да, превозмогли над своими обстоятельствами, не потому что они не имели обыкновенной человеческой природы, как у всех из нас, но потому что вопреки этой человеческой природе они нашли источники сил в Господе. Чаще всего мои кризисы веры заключаются в том, что я знаю, что нужно делать правильно, я имею представление, что Бог от меня хочет, я понимаю, куда Он меня направляет, но я чувствую слабость, я чувствую, что просто у меня ни терпения, ни сил, может быть, на такой призыв или призвание не хватает. И бывают моменты, когда я реально думаю, да, да, все бы бросить, чем более легким бы заняться, зачем нести эту ношу и этот крест. Но Бог дает каждому по силам. И мы также просим Его не вести нас в искушение, но избавить нас от лукавого, дать нам силы в моменты наших страданий. Если мы верим, что Он наш добрый пастр и добрый отец, то Он и заводит нас в обстоятельства или дает нам задачи, цель которого — нас развивать духовно, взрастить в нас характер Христа, сделать нас духовно сильнее. Не для того, чтобы сломать нас окончательно, не для того, чтобы затоптать нас, грубо говоря, в грязь, не для того, чтобы мы просто были несчастливыми, но для того, чтобы мы стали духовно зрелее и сильнее. В моменты моей отчаянии, когда бывают кризисы веры, когда бывают моменты, когда я не знаю, смогу ли я сделать следующий шаг, я стараюсь всегда помнить, за что можно благодарить прежде всего Бога. И во-вторых, я просто признаюсь своей слабостью Ему. Господи, у меня сейчас нет сил, у меня сейчас слабость, меня одолевает сомнение. Я иногда просто высказываю свое чувство Ему. Я говорю, вот какой я есть, помоги мне сегодня. Я верю, что у нас есть первый священник, Иисус Христос, который отдал себя за нас, который стал первым священником почину Нахазадека, воссел одесну от Отца и живет вечно, как написано в послании к евреям, для того, чтобы ходатайствовать для нас и давать нам помощь в момент нашей страдания. Я надеюсь, что вы тоже, когда постигают в вас искушения, или когда вы стоите на распутнице, прекратить идти по пути веры или нет, что именно в этих мгновениях вы обратитесь ко Христу, и вы скажете, Иисус, я верю, помоги моему не верить. Иисус, я люблю, помоги моей нелюбви. Иисус, я хочу терпеть, помоги моему нетерпению. И я верю, что в этих моментах он дает особую благодать для тех, которые могут признаться в своем слабости, но при этом не используют эту слабость как повод для того, чтобы сдаться. Пусть вас Господь в этом благословит. И сегодня это все. Я надеюсь, что вы сможете в этой неделе быть радикальными христианами, нетерпимыми в отношении себя, нетолерантными в отношении греха в своей жизни, на полной милосердии и любви для всех, которые вас окружают, как это делал Христос. Прежде всего, строгость относительно себя и любовь и милосердие относительно тех, которые окружают нас. Это и есть христианская радикальность, это и есть христианское нетолерантство, и она дает нам правильный взгляд на себя, что да, бывает я слабый. Слава Богу, у нас есть помощь во Христе Иисусе. Обращайтесь за этой помощью каждый день и пусть вас Господь благословит на этой неделе. Спасибо вам огромное, что вы смотрели воскресная рубрика. Если вы нашли что для себя полезное, обучивательное, интересное, то, пожалуйста, подпишись, поделись с другом и будьте благословенны.